Добрый вечер, Славутич! Если вы больше не будете звонить и не задавать вопросов, мы в течение 25 минут разберемся с ними, ответим вам и так далее, и так далее. Ирина Николаевна, вам повезло, сейчас у нас другая героиня в стране, поэтому народ... Ну, я отвечала даже на 80 вопросов, у нас был такой прямой эфир один раз. Поэтому я думаю, что ничего сложного в этом вопросе нет, тем более еще вас пожалели, может быть, потому что знаю, что вы сегодня еще были на сессии, да? На сессии, я так понимаю, до вопроса еще не дошел, до вот этого протокола. Вопрос до протокола и до нашего собрания еще не дошел. Но я смотрела в порядке Дэнном, вопрос этот есть. Просто он в самом где-то конце. Сессия еще идет, продолжается, свет в зале заседания горит, поэтому результаты мы узнаем немножко позже. Да, я думаю, что мы уже на следующей неделе узнаем более подробно, какие там ответы, что там будет, как там, как решат депутаты. Насколько я понимаю, сегодня максимум, что создадут комиссию и все. Сегодня они ничего не решат, поэтому в любом случае ответы на вопросы, которые вы задали, протокол, они будут с ним ознакомливаться как минимум в течение недели. Кроме того, хочу обратить ваше внимание, телефон 23621 работает, можно звонить, буквально через 5 минут мы его подключим. И, кроме того, идет трансляция на YouTube. Вы можете нас смотреть на YouTube. Адрес вы знаете, Славутич, нижнее подчеркивание, лайф. Так, и так все, наверное, Ирина Николаевна. Давайте начнем с первого вопроса, который поступил, отдадим человеку должное. А сколько вообще получают дворники в Славутиче? И вообще за что? Есть ли какой-то объем работы? Может быть, у руководителей этих коммерческих структур завышенная зарплата, поэтому дворники и жалуются, что им остается мало. Вообще, кто разрабатывает, сколько должна получать за уборку одного двора дворника? Это вы разрабатываете? Значит, у нас приняты тарифы. Тарифы эти считаются по определенным постановам, которые определяют перечень работ, периодичность и объемы, на которые начисляется заработная плата. По нашим тарифам, которые были приняты в 2010 году, да, правильно, в 2010 году, они потом корректировались в 2012 и в 2015. И вот в этом году мы, в прошлом году мы на 3200 минималку корректировали в феврале 2017 года. И сейчас, с 1 января мы подали, поскольку тот расчет тарифа жителей города, когда они увидели цифры, не устроил. Этот тариф был рекомендованный. Его нужно было обсудить со всеми инициативными группами домов, определить периодичность и посчитать окончательную цифру тарифа. И тогда только выносить на исполком. Но рабочие, которые обслуживают кварталы, недовольны были уровнем своей заработной платы, поэтому так все резко получилось. И вынесли тариф, не обсудив его с жителями многоквартирных домов. У нас законодательство в этом году очень здорово поменялось. С 10 июня 2018 года вступает в силу закона о жилищно-коммунальных услугах. И услуга содержания домов придомовых территорий пропадает вообще. У нас будет услуга управления. Вы помните, в позапрошлом году мы с вами, вы приносили нам протоколы, мы их регистрировали о том, что вы... 101 дом из 109 выбрал КПЖКЦ управляющей компанией. Но поскольку законодательство наше очень медленно работает, закон о жилищно-коммунальных услугах уже сколько лет его рассматривали, никак не могли принять. И до сих пор не вышла постанова, которая определяет форму управления. То есть будет типовой договор управления. И будет определен минимальный перечень услуг, который должен быть в этой услуге управления. Поэтому мы не можем пока заключить такие договора на управление. Но там сроки им поставлены, поэтому я думаю, кабинет министров наш все-таки сделает это все. Документы выйдут. И после этого мы будем с инициативными группами определять минимальный перечень услуг на каждом доме, обсчитывать его, определять цифру. И тариф этот будет договорной. То есть вы, жители домов многоквартирных, будете определять, что, по какой цене вы будете, какие услуги мы вам будем оказывать, по какой стоимости, и цена будет договорная. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Значит, то, что касается дворников. У нас частные компании пять лет назад выиграли конкурс, и они обслуживают определенные территории многоквартирных домов. Определенные кварталы в многоквартирных домах. Ну, к сожалению, я не знаю, какая заработная плата у дворников, и какие объемы работ им определены под их заработную плату. Я могу сказать вам только цифру одну. Прошу прощения. У нас, когда мы корректировали тариф, раньше у нас была норма на уборщицу 840 квадратных метров и 4505 тысяч квадратных метров приведенная площадь надворника. Там брались газоны с коэффициентом 0,3, а твердое покрытие тротуара с коэффициентом 0,6. И вот таким вот образом обсчитывался объем, и каждому дворнику на ставку все это определялось. После того, когда нам нужно было... Ну, росла минимальная заработная плата, нужно было ее пересматривать, и мы тогда, не пересматривая тарифа, приняли решение откорректировать нашу периодичность. То есть, если была в 2010 году в тарифе заложена периодичность подметания подъездов до третьего этажа каждый день, а выше третьего через день, то мы посчитали, что достаточно подметать подъезды, полностью весь подъезд целиком, через день. И, естественно, у нас уменьшилась периодичность, но увеличилась нагрузка на уборщицу. И нагрузка на уборщицу стала 1170 квадратных метров. Не 840, а 1170 на ставку. По дворникам точно так же были убраны те виды работ, которые, скажем так, мы их на сегодня не выполняем. Это мытье тротуаров. Мы же не моем тротуары в многоквартирных домах. Да, приподъездные площадки. Поэтому номерные знаки. Номерные знаки на домах у нас висят, мы их тоже не моем. Ну, вот такие виды работ были убраны. Это из периодичности. И объем надворника тоже увеличился с 4,5-5 тысяч метров квадратных до 6300 метров квадратных приведенной площади. Если человек убирает больше, работает, например, на полторы ставки или на 1,7 ставки, или на две ставки, он, естественно, должен получать, соответственно, больше. Да. Ну, я могу просто сказать. Если человек работает на ставку, у него заработная плата в прошлом году, в 2017-м, должна была на руки 2576 гривен. Полторы ставки 3864. Ну, это простым расчетом, я считаю. Да, я понимаю. Да, 1,7 ставки. Это я отвечаю на вопрос тому мужчине, который задавал мне этот вопрос, почему у меня увеличились объемы. Мы вышли на этот квартал, проверили его объемы, так вот он 4300 должен получать на руки. Потому что он убирает 1,7 ставки. Все, заработную плату по количеству ставок в актах мы подрядчикам закрываем и, естественно, эти деньги перечисляем. Поэтому такие суммы люди должны получать. С 1 января 2018 года, поскольку у нас выросла минималка 3723, то мы уже с учетом этого перерасчета точно так же и повысили ставки. Ну, мы, конечно, за счет других видов работ закрывали акты январь-февраль месяц. Ну, поскольку принято было решение на собрании обратиться к городским властям с просьбой компенсировать вот эту разницу в заработной плате за счет местного бюджета, мы такие расчеты сделали, письмо такое перед сессией передали. Там получилось порядка 100 тысяч на весь город. Компенсация разницы в заработной плате по всем работникам этой сферы. И на 5 месяцев вот этих до момента заключения договоров на управление сумма эта стала там 500 тысяч чем-то с копейками с НДС. Поэтому, если бюджет проголосовали депутаты и такое решение приняли, то значит подрядчики вот эту разницу в заработной плате будут получать из местного бюджета. Так же, как они получают из местного бюджета ставки те, которые внутри кварталов находятся общегородские территории, и эти ставки местный бюджет финансирует. Там минимальная зарплата пересматривается в соответствии с законом. Там она постоянно меняется. Понятно. Но я, жители, прошу не обрадоваться. Сегодня они вряд ли примут какое-то решение. Сегодня будет создана комиссия, которая посмотрит эти расчеты, потому что они не принимают решения, не посмотрев расчеты и не уточнив, так или не так. Ну, я надеюсь, что дворники... Я где-то читал в каком-то было... Ну, может быть, это не наш договор, что вообще они обязаны там чуть ли не мыть стены. Конечно. Было такое, да? Не стены, а в подъездах панели. А панели подъезда. Панели в подъездах. И внешние, а внутренние. В панели окна в подъездах должны мыться. Сабметаться должна паутина. Два раза в месяц мытье подъездов. Через день подметания. Там куча всяких работ. Вот весь этот перечень работ мы с вами будем и согласовывать. Весь перечень работ и эту периодичность. И в зависимости от того, какой объем мы уменьшим. Вот у нас, когда мы этот расчет делали, Рижский 10-й дом, эти маленькие домики у нас, сталинские трехэтажки, три дома, и две двухэтажки рижские. Там тариф вообще заоблачный получился. Они пришли и написали коллективное обращение. Все собственники дома. И они нам сказали, да, мы хотим два раза в месяц мытье и один раз в неделю подметания. Все, остальные виды услуг нам не нужны. Окна помыть один раз в год мы выйдем, помоем сами. Панели мы тоже помоем. Мы не мусорим, мы не рисуем на панелях, поэтому у нас в подъездах чисто. Ну, все, нет проблем. Мы это пересчитаем. Хорошо, спасибо. Напоминаю, телефон 23621, у нас минус один вопрос. Ну, длинный такой комментарий получился, но из-за него в прошлую субботу собирался почти киноконцертный комплекс. Вы говорили, что в интернете появится схема придомовых территорий для каждого дома. Где их можно найти уже сейчас? Напоминаю, 23621, и вот поступил один вопрос. Я вот сейчас такую табличку покажу по придомовым территориям. Я отксерила просто из одного из альбомов. В тарифе у нас всчитаны только две последние колонки. Это твердое покрытие и газон. Только вот эти цифры мы всчитывали. Вообще в площади прибуденковой территории входят еще и проезды. Но проезды мы не считали. Ну, проезды, которые возле дома. Да, внутриквартальные проезды. Эти проезды нам на баланс не переданы. Они находятся на балансе КПУ ЖКХ. И их уборка финансируется за счет местного бюджета. Поэтому эту колонку мы в тариф не включали. Мы включили только две колонки. Твердое покрытие возле дома и газон. Это пешеходная дорожка и газон. Да, пешеходная дорожка и газон. Вот, поэтому вся эта информация есть у нас в ЖКЦ. Она есть в электронном виде. Она есть. Схемы есть красивые цветные нарисованные. Есть маленькие схемки по каждому дому отдельно. Поэтому уже к нам подходили инициативные группы. Мы и в электронном виде давали, кто хотел в электронном. И отксеривали эти документы. Можно прийти и знакомиться в любое время. Они лежат у меня в кабинете. А в интернете можно выложить? И у нас сайт заблокирован. Мы планируем в ближайшее время заказать сайт. Если есть желающие умельцы, кто умеет создавать хорошие, но простые, чтобы доступные для людей сайты, чтобы там не переходить со всякими кнопками с одного в другое, то, будь ласка, подходите, заключим договорчик. Чем быстрее создадим сайт, тем быстрее все это выложим. Все у нас в электронном виде есть. Я думаю, с сайтами будет проще. Народ уже привык работать в интернете. Есть вопросы, нам на фейсбук поступило, есть звонок. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Вас высокое, значит, 4 Тбилиси. Значит, вы повесили у нас в подъездах перечень работ, которые были выполнены. Соответственно, были там указаны суммы, которые были затрачены на эти работы. И хотелось бы узнать, кто эти работы контролирует и как это все происходит. Потому что, когда мы зашли на чердак и посмотрели, как вы сделали утепление труб, просто ужаснулись, понимаете? Хотя в перечне была указана сумма 7 тысяч, понимаете? Просто не хотелось бы, чтобы вы нас постоянно, так сказать... Обманывали. Обманывали. Это ласково сказано, понимаете? Да, хорошо. Вот, цокольные этажи, все это дело, хотя бы, хоть пришли, посмотрели, что сделано это или нет, не сделано. Понимаете? Вы придите и посмотрите. Спасибо большое. Вы перечень... Спасибо. Понятный вопрос. Ирина Клановна, Тбилисский, 4. Качество работы. Я не услышала, какой подъезд. Первый или второй. Вы уже положили эту трубочку, да? Ну, хорошо. Мы разберемся с этим вопросом. Но, во-первых, я не знаю, что за перечень повесили у вас в подъезде. Мне сложно об этом сказать. У нас все работы по текущим ремонтам выполняются либо жителями. Мы закупаем материалы, и тогда, по желанию, мы им оплачиваем работы. Либо, если они отказываются от оплаты работ, то делают это для своего дома на благотворительном основе. Либо подрядными организациями. Тогда заключаются договора, готовятся сметы, и подписываются акты выполненных работ. Поэтому, если вас не затруднит, подойдите, пожалуйста, ко мне в приемный день, вторник, среда, пятница. Я после обеда всегда на месте и принимаю всех желающих. Мы с вами поднимем договор, определим, кто эту работу выполнял, кто эту работу подписывал. То есть вы крайнего найдете, да? Крайнего я найду обязательно. Кто подписывал, будет наказан. Кто выполнял, будет переделывать. Это самое главное, чего человек беспокоится. Если свои делали, они разберутся. У нас еще один звонок. Я зря говорил, что у нас мало звонков. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Николаевна, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, если в подъезде не подметается подъезд регулярно, как вы говорите, это вообще что-то такое невероятное. Ну, моется за все годы, которые я жила, это Черниговский костал, 16-й дом. Я один раз видела, как мыли подъезд. Мы можем, жильцы нашего подъезда, все коллективно вычеркнуть с квитанции уборку подъезда. В подъезде. И не платить. Это будет правильно? Нет, это будет не совсем правильно. Спасибо за ваш вопрос. Вы можете обратиться к нам, выйдет комиссия, заактирует эти вещи, проверят акты, потому что когда моется подъезд, он должен мыться два раза в месяц, уборщица. У них есть такие маленькие актики. Должна этот акт в какой-либо из квартиры пригласить жильца, чтобы тот посмотрел. Подъезд помыт, помыт. У вас претензии есть? Нет. Нет, претензий нет. И жилец данной квартиры пишет номер квартиры, свою фамилию расписывается. Мы все это проверим. Если это так, значит подрядчик у нас наказывается. У нас очень часто мы каждый месяц делаем перерасчет по таким некачественно выполненным работам, и жителям эти деньги возвращаются. А подрядчик не получает эту сумму в этой части. Понимаете, еще какой вопрос. У нас дом был сдан, и площадки у нас ни плиткой не покрыты, ни покрашена, и вот этот цемент. Я понимаю, что за несколько лет он уже выносил все это цементы и вот это. Тут уже не говорится о влажной уборке. Тут говорится о просто обычном подметании. Вот что. Ну, я с вами согласна. Вы можете, в принципе, если вам не нравится качество работы подрядчика, можете отказаться от этого подрядчика. Это ваше право. Можете сами выполнять эти работы. Это тоже ваше право. Можете создать ОСББ и сами нанять того, кого вы хотите. У нас по новому закону жители на первом месте, они какое решение примут, так и будем мы все поступать. То есть, если он отказывается от подрядчика, то он отказывается от всей работы подрядчика. Нет, почему? Они могут отказаться от уборки лестничных клеток. Ну, вы помните, в советское время у нас было. Я помню всю жизнь у нас, мы когда жили в Советском Союзе, висел график, и мы каждый этаж мыл и убирал лестницу до следующего этажа. Да. Ну, я даже не знаю, Ирина Николаевна, все-таки вы, наверное, будете соперничать с популярным человеком на этой неделе. Еще один звонок. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, в Тбилисске 5-й дом, между 4-м и 5-м, темнота. Заявочку сделаны уже три раза, и никто до сих пор фонарь так лампочку не укрутил. У вас не горит наружное освещение? Да, освещение возле подъезда. Там стоит фонарик, и его так и не сделано уже. Две недели назад делали заявочку, позавчера делали заявочку. Ну, к сожалению, это не моя ответственность. Да, единственное, что мы на 1581 принимаем эти заявочки и передаем предприятию, которое выполняет эти работы и получает финансирование из местного бюджета напрямую. Это предприятие электрических сетей. Там есть новый директор Гаврилин, он депутат городского совета. Вы можете обратиться к нему как к депутату городского совета, чтобы он оказал содействие в быстрейшем решении данного вопроса. Спасибо. Спасибо вам. Сразу вопрос из фейсбука, он давно появился уже. Давайте. Краткость его такова. Где ваши электрики покупают лампочки, что они сгорают через две недели? В принципе, диспетчера уже об этом знают, они даже не спрашивают фамилии, адрес, просто говорят, да, заменим. Ну, лампочки они покупают... Я спросила сегодня, когда прочитала этот вопрос, спросила у директора подрядной организации. Я не знаю, что это за лампочки, называется «Искра». Нет, «Искра». А, это фирма «Искра». Да, да, это самое. Нет, «Искра» – это не фирма, это как раз название ламп накаливания «Искра». Я не знаю, что это такое, да. Фирмы, где они закупают, это «Харьков Лифт», «Грантекс» и в нашей Вене. Когда как? Когда у них есть финансовая возможность закупить где-то в другой фирме подешевле, они закупают там, нам они предоставляют накладные по стоимости ламп, и мы оплачиваем им за эти материалы только после предоставления накладных и после проверки, что лампочки установлены. Они действительно горят. Есть такая у нас проблема, но проблема – это не в лампочках, а проблема в том, что у нас кое-где в кварталах и в домах завышенное напряжение. Поэтому бывает в те дни, когда нет разбора, в то время, в те часы, когда нет разбора. В часы пике есть разбор по электроэнергии, и повышения напряжения нет. А вот в дневное время, в утреннее время, в дневное время желательно свет, конечно, выключать, если достаточно освещенности с окон. А в утренние часы, ну тогда, конечно, особенно в зимний период времени, в подъездах все-таки темновато, свет надо, чтобы горел. Поэтому вы, пожалуйста, на аварийку передайте заявочку, с какого дома вы звоните, и мы уже будем с этим вопросом разбираться. Обязательно. Спасибо. Нет, люди как бы намекают, что вы где-то в секонд-хенде покупаете. Нет, нет, нет. Либо в бэушной, либо уже где-то отработали. У нас каждый автомат, каждый вентиль, который меняют подрядчики, каждую задвижку, без предоставленной накладной, где приобретен материал, и без проверки, что он установлен, мы никогда не закрываем им акты выполненных работ. И денежки не платим, поверьте вам. Спасибо. Вот видите, как быстро прошел первый блок, и я думаю, что и на второй у нас остались вопросы. А если будут звонки, я даже не знаю, что делать. Итак, ваше внимание сейчас реклама, а потом сразу после рекламы мы покажем вам замечательную таблицу. Я не знаю, может кто-то будет возражать, но дело ваше. 13 домов, имеющие наибольшие долги за квартирные, за квартплату, за коммунальные услуги, вы увидите сразу после рекламного блока, и потом продолжим говорить именно на эту тему. Ну а также ваши звонки, 23621, пауза, 7 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот мы с вами сейчас, Ирина Николаевна, видели такую замечательную табличку, 16 домов, долги по каждому дому, там есть квартиры. Общая сумма вот этой таблички, скажем, более 4 миллионов, 4362 тысячи. Вот одно из предложений, что с людьми надо поступать жестче. Сейчас я найду этот вопрос. Вопрос, 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 нужно жестче с должниками. Три месяца не платил, идите выясняйте причину, почему нет. Не доводить долги до 100 тысяч, это же неподъемная сумма и вечные долги. А среди этих квартир, как видимо, я думаю, что наверняка есть. Вот как вы работаете в последнее время с должниками? Я понимаю, что вы каждую планировку докладываете, но тем не менее. Ну, я скажу вам так. У нас даже по тем, у кого долги до 100 тысяч, по этим людям есть несколько решений судов. И мы не доводили долги до 100 тысяч. Просто такая ситуация. У нас практически не работает исполнительная служба в нашей стране. К сожалению. Да, к сожалению. Вот на 8 миллионов у нас выигранных судов, полторы тысячи квартир. У нас есть решение судов. На 8 миллионов выигранных судов. Денег знаете, сколько поступает? В 2017 году за весь год 60 тысяч 900 гривен поступило. Вот я не помню, в январе, по-моему, пришло 1900, а в феврале вообще ни копейки. В марте сейчас еще, не знаю, не смотрела по бухгалтерии. Я обычно смотрю эту цифру в конце месяца. Но я просто хочу обратиться ко всем должникам. Я так думаю, что людям надо все-таки, наверное, поиметь какую-то совесть. Мы идем всем навстречу. У нас на сегодняшний день заключены договора реструктуризации. Сейчас же ходят бригады по домам. Бригады ходят от трех предприятий. По представителю от каждого предприятия, от КПЖКЦ, КПУЖКХ, тепло, горячая вода, от водоканала, водостоки. И по содержанию домов выходят наши представители. И, кроме этого, в команде, в группе в такой, их три группы ходят по городу каждый день. Участвуют еще и представители ДНД. Спасибо им большое. Но те, кто надеются, что все так в этой стране и будет продолжаться, и вы будете пользоваться жильем, не оплачивать услуги. И когда-то это все закончится. Причем печально. Причем закончится печально. Вы можете остаться без квартиры сами и оставить без квартир своих детей. Очень жалко будет, если это произойдет. Теперь я еще хочу обратиться к жителям общежитий. В общежитиях, кроме того, что в квартирах у нас проживает несколько семей. Две-три семьи. Либо комнату занимает семья, либо две комнаты занимает семья, и комнату еще одна семья. То есть в общежитиях мы не могли ограничивать предоставление коммунальных услуг по той простой причине. Если одна семья оплачивает полностью, и у них даже есть переплата, а другая семья тупо не платит. Вот у меня есть комната в общежитии, по которой 62 тысячи задолженность. Человек просто не платит, игнорируя всех и вся. Она нигде официально не работает. Решением судов закрыты. Часть долгов ее. Но на сегодняшний день у нас в связи с переселениями, там квартиры где-то выходили под ордера, людей переселяли, и так случилось, что в этой квартире теперь все три должника живут. Еще одна соседка ее, глядя на нее, не стала платить. И переселили соседку, которая тоже имеет задолженность, но небольшую. Так вот, господа, я вас предупреждаю. Будет отрезана горячая вода, поставлена заглушка на горячую воду, и снимем автоматы на свет. Потому что за свет за вас платит КП ЖКЦ в облэнерго, и вы слишком хорошо себя чувствуете. У нас есть квартиры, по которым людям облэнерго за 28 копеек свет отключили. А вы столько лет пользуетесь всеми коммунальными услугами, живете в теплой квартире. Да, вы не получили квартиру под ордер. Я не знаю, по какой причине. Возможно, по той причине, что вы не стоите на очереди, либо у вас где-то есть жилье. Но это уже ваши проблемы. Почему вы до сих пор проживаете в общежитии? Но платить за коммунальные услуги вы обязаны. И мы не позволим вам пользоваться этими услугами, не оплачивая их. Спасибо. Судами мы продолжаем заниматься, хочу сказать. И сейчас у нас, скажем так, уже пенсии подняли. У нас оказалось, что вот когда наша комиссия группа ходит, и даже ребята из ДНД узнают своих бывших работников Чернобыльской атомной ситуации. Так что мы собираем информацию. И в первую очередь по тем, у кого высокие пенсии, большие заработные платы, иски в суд пойдут. Здесь уже не надо будет исполнительной службе что-то искать, кого-то искать. А мы конкретно в направлении, в документе, который будем направлять в исполнительную службу, напишем, кого надо искать. Я просто вас очень прошу, потому что кроме того, что вы оплатите долг по суду наш, вы заплатите судебные издержки, и исполнительная служба, они, ребята, хорошо работают. 14% они с вас еще сверх этой суммы возьмут. Поэтому не доводите дело до этого. Придите, заключите договор реструктуризации. По вашим доходам мы его разобьем конкретно на определенный срок, за который вы сможете погасить. Оформляйте субсидию те, у кого маленькие доходы, а те, у кого доходы нормальные, погасите долг и дальше продолжайте платить за коммунальные услуги. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И еще раз может быть предупреждение от людей, которые платят, от людей, которым не то что обидно, не то что жаба давит, но просто не хочется выезжать, скажем, к КП, уже к КХ, стоять там около забора и не пускать машины, понимая, что мы-то заплатили. Там, кстати, собирались и депутаты, и представители интеллигенции города, те, которые платили. Даже группа есть в интернете по газопостачанию. Да, они вынуждены были там стоять. Но, в конце концов, побойтесь Бога, время будет уже сточаться. Насколько я понимаю, с середины лета, когда уже как бы вступит в силу новый закон, там будут наверняка дополнения, которые могут действительно довести вас до того, что ваши дети будут в лучшем случае жить в общежитии, либо в одной квартире на три семьи. Ладно, у нас есть звоночек. Слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Ирина Николаевна, скажите, пожалуйста, еще существует какой-то график по утеплению фасадов? Это успокоит Добрынинский пятый, шестой подъезд. Спасибо за звонок. К сожалению, у нас закрыто бюджетное финансирование. За счет денег текущих ремонтов у нас физически не хватает денег на выполнение этих работ. Это работы капитального характера. И здесь нужно будет пытаться нам с вами каким-то образом или в какие-то программы попадать международные, как вот рассказывают красиво, что Евросоюз 90% дает денег и 10% только дает местный бюджет и жители. Либо попадать в какие-то программы, как они называются, теплые кредиты, то, что дают банки. Там тоже часть процентов компенсирует бюджет государственный, часть – местный бюджет. И в итоге получается, как бы люди сплачивают не ту сумму, которая была потрачена на утепление. По-другому нельзя. Я вам хочу сказать, что для того, чтобы сэкономить хотя бы ваши деньги каким-то образом, видите, какие тарифы у нас на отопление. На каждом доме стоит счетчик, но тем не менее тарифы очень большие. Вернее, стоимость отопления квадратного метра по многим домам. Причина нам понятна. У нас есть заключение института еще с советских времен 1993 года, что там дома серии Добрынинский квартал и Московский квартал, дома необходимо 100% утеплять. И Бакинский еще. Три серии домов нужно было утеплять, дома 100%. Утеплены не все дома. Вы же видите, их всего там 8 домов в городе за счет местного бюджета. Спасибо Владимиру Петровичу, мы успели их утеплить. С областного бюджета там, по-моему, планировалось 7 домов, не дали ни копейки, с государственного тоже ни копейки. Ну а сейчас не дают денег даже нам и местный бюджет. Поэтому мы сейчас стараемся по максимуму хотя бы пытаться утеплять тех этажи. Вот тех этаж в прошлый год у нас, Ереванский четвертый, последний подъезд, они по отоплению прищеголяли всех. У них была 42 гривны с квадратного метра стоимость отопления. Причем тогда еще тариф был на 30% меньше. И было 42 гривны. Так вот мы летом, но уже вынуждены были, потому что это была самая высокая стоимость. Мы утеплили технический этаж. После этого жители пришли к нам. Мы утепляли технический этаж зимой, в зимний период времени. После этого где-то ближе к весне, в марте, жители пришли, сказали, поменяйте нам сопло, уменьшите расход. У нас тепло в квартирах, и мы хотим меньше платить. Вот на сегодняшний день, сейчас, тариф вырос на 30%, а они платят 35 гривен с квадратного метра. Поэтому это много дает, но это очень дорого стоит. Вот один подъезд у нас получилось, мы заплатили там порядка 80 тысяч за утепление технического этажа. В этом году мы уже пошли на то, что денег нет, не знаем, как выходить из ситуации, но дома у нас есть, которые срочно надо утеплять. Мы создали свою бригаду, купили бетономешалку, покупаем материалы и сами утепляем техэтажи. И стоимость утепления одного подъезда у нас получилась порядка 37 тысяч, то есть стоимость материалов. Работники наши, они у нас в штате, поэтому мы их зарплату там не всчитывали, а вот только стоимость материалов оплатили, и они сделали эту работу. После этого этот сделали мы, Добрынинский, 9-й подъезд один. А после этого мы уже в Киевском квартале сделали 2 подъезда, 3, по-моему. Ну и сейчас дальше продолжаем эти работы. Подрядчики утепляют Черниговский, второй утеплили один подъезд, Черниговский, 16-й утеплили полностью дом. Вот сейчас подрядчик будет приступать к Черниговскому, 15-му. Задержка идет, потому что, ну... Финансов нет. Финансов, да. Кстати, вот продолжая эту тему, я слышал, что на городской планерке говорили о том, что ЖКЦ поместит на своем сайте информацию по домам, у кого сколько накопилось деньги на ремонт, сколько изведено и сколько потрачено, в том числе и на аренду полуподвальных помещений, я надеюсь, вставок под магазины, и все это будет и под офисы и так далее, и все это будет в интернете, можно посмотреть. Вы говорите, что она есть сейчас уже на сайте исполкома. Значит, на сайте исполкома есть табличка, которая у нас была сверстана, я не помню на какой, ну какой-то летний месяц, конец или на август, или на сентябрь. Табличка по домам, по всем 109 домам, она сверстана. Сколько жителям было начислено за текущие ремонты, сколько оплачено, на сколько сделано ремонтов на каждом конкретном доме. Я уже говорила, что по домам у нас есть отдельные договора, и в этих договорах можно четко определить, какие работы на данном доме делались. Ну, к сожалению, за наш сайт, я уже сказала, он не работает, и мы создадим новый, тогда у нас будет по каждому дому отдельная табличка, где мы все это будем размещать. Информация, с любой информацией можно ознакомиться в КПЖКЦ. Все, кто желающие, приходят, будь ласка, мы открываем все папки за все 15 лет нашей работы, можно пролистывать, смотреть. То есть инициативные группы могут подходить? Я сейчас скажу вам, что мы по тем домам, 35 домам, там, где у нас деньги в плюсе, мы приглашаем инициативные группы, мы с ними решаем, что делаем в первую очередь, на что тратим деньги дома, а что во вторую. Вот, пожалуйста, у нас Рижский второй дом, мы проводили там собрание, один жилец захотел одно, потом на собрание он не пришел, когда провели собрание, а жители приняли решение другое. Поэтому сейчас, как чуть потеплеет, хотят менять окна, значит, будем менять окна те, которые пришли уже в негодность. А дальше остальные работы будем делать. Хорошо, давайте ускоряться, потому что вопрос еще есть, а время заканчивается. Бакинский, 7-й Бакинский, а нет, подождите. 4-й. Бакинский, а, одну минуточку мне говорят, что звонок есть, здесь много ждут. Алло, мы вас слушаем. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Ирина Николаевна, такой вопрос или просьба. Вы можете посодействовать с перевозчиками, вот как у нас в Бакинском нет тротуаров, так? А мусорка ездит, и постоянно масло разливается у них с ведравлики. Пройти сейчас по кварталу невозможно. Лужи с водой, это все масло. Как бы посодействовать, как бы там бы они что-то подставляли под ведравлик, или как бы. Спасибо, спасибо за звонок. Вы, наверное, читали объявление, у вас на подъездах развешено. Принят новый тариф по мусору, к сожалению, он вырос на 37%. Там пересматривались у нас три позиции в тарифе. Корректировку мы делали тарифа. Это пересматривалась заработная плата, там она выросла на 16%, минималка 3,723, которая. И пересматривался, нет, на 16, наверное, топливо. Я просто уже не буду сейчас открывать документы, чтобы смотреть. Топливо, минимальная зарплата, топливо и материалы. Наши подрядчики, ремонтируя свои машины, никогда не предоставляли документы для того, чтобы мы могли эти затраты компенсировать и внести их в расчет тарифа. Вот сейчас первый раз заключен договор на ремонт автомобилей, приложены накладные на все материалы со стоимостью, сколько все это стоит. У них текут, я плохо понимаю в этом, я не водитель, какие-то цилиндры там под машинами. И не работает гидравлика, автоматики вот этой вот, что поднимают контейнера. Там тоже что-то течет. Поэтому, если подрядчик после принятия этого тарифа и оплаты ему денег не выполнит эти работы, значит, этот подрядчик на следующем конкурсе не выиграет эту услугу. Конкурс мы с вами будем проводить где-то, наверное, я думаю, в конце мая. Мы сейчас его готовим, поскольку принят новый закон по вывозу и захоронению ТБО. И теперь новый закон требует от нас раздельного сбора ТБО и его вывоза. Поэтому условия конкурса будут очень жесткие. Ну и надеемся, что перевозчик изменит свое отношение к работе. Претензий у нас к перевозчику очень много, честно вам скажу. Я начинаю с них рабочий день и ими заканчиваю. Понятно. Давайте так, сейчас звонок и вопрос, который был задан ранее. Давайте сейчас еще один звонок, а потом уже будем по одному. Итак, мы вас слушаем, Алло. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Ирина Николаевна, хочется поблагодарить вас, что вы такой человек есть в городе Славутичи, такой директор ЖКЦ. Все-таки люди должны понимать, что это не всем возможно все выполнить. Ведь вы стараетесь каждому приемный день, неприемный день сделать, помочь. Всегда подскажете, как что, всегда навстречу по вашей возможности работы. Хочется поблагодарить, что все-таки 30 лет работы и все время порядок в нашем городе. Хотелось бы, чтобы, наверное, ЖКЦ вело все, а не частники. Чтобы вело все, все и порядок. И даже домофоны, чтобы вы взяли к себе. Спасибо большое, но ведь и компенсация. Один такой негативный звонок, а это положительный. Ну, вроде как взаимно компенсировали. Я думаю, что это приятно, когда оценивают вашу работу. Тем более, чувствуется человек от сердца говорить. А теперь о сложностях. Бакинский 4, второй подъезд, плохо убирают в подъезде. Дворники ходят пьяные. На просьбу убрать не откликаются. Приходится самим убирать и в подъезде, расчищать снег, что делать? Ну, во-первых, написать заявление. И дворники будут наказаны. И наказано будет предприятие. Ну, предприятие, которое выставляете для дворников. Да. Но я скажу сейчас. Бакинский 4, 2, второй подъезд. У вас идет утепление технического этажа. Строители таскают материалы на чердак. А материалы такие, что это цемент и песок. Поэтому, естественно, очень много мусора. Но ежедневно после окончания рабочего дня они обязаны все подметать. Сегодня мы разговаривали с мастером обслуживающей организации. Она сказала, что на завтра вывела уборщицу. И после того, как завтра в субботу еще подрядчики будут работать на чердаке. И после этого подъезд будет помыт. У меня только просьба. Но мы же утепляем чердак для вас, чтобы вы чуть-чуть меньше платили за отопление. Поэтому просьбочка такая. Ну, постелите мокрую тряпку за своей дверью, чтобы не затаскивать эту пыль и грязь к себе в подъезд. – Хорошо, спасибо. Давайте один вопрос отсюда. В Виннинске-2 обращались неоднократно по поводу ремонта дома. Последние два года трубопроводы практически сгнили. Окна поставили только в последнем подъезде. Но откосы так и не сделали. Виннинске-2. – Ну, по откосам немножко мы не успеваем. Потому что у нас всего два человека, которые наши работники занимаются откосами. Подрядчики в долг работать не хотят. А деньги мы за ранее выполненные работы, которые были в 2017 году, оплачиваем сейчас. Теперь, значит, то, что касается Виннинского-2. Я приглашаю инициативную группу к нам. Мы с вами определимся. Во-первых, пройдем по дому, все просмотрим, заактируем и определимся, что делать в первую очередь, что в вторую, что в третью. Будь ласка. – Спасибо. – У нас есть, по-моему, звонок, да? Алло. Добрый вечер, говорите. – Алло, добрый вечер. – Добрый вечер. – Ирина Николаевна слушает. – Слава, Украине. – Героям слава. – Слава. – Питание до Ирины Миколаевны, шановной. – Так. – За прибудинковую территорию платим гроши, снигу берем сами. Котеджи, Белгородский квартал. Это первое вопрос. Другое вопрос. Вже два года не горит, не светится освещение. – Где? – Взагалі, можна лампочки якось вкрутити, там трішечки. – Наружное освещение. – А. – Это где? Укажите адрес. Наружное освещение, а где именно? – Ну, це тут, за депутатом шановным, а там 30-й, 29-й коттедж, оттуда пошло 31-й, улица Терна. – Квартал какой? – Белгородский. – Белгородский квартал коттеджа. – Так, звичайно так. – Значит, по поводу наружного освещения, еще раз повторю, спасибо за ваш вопрос. По наружному освещению, заявочки, пожалуйста, на 1581, и мы на предприятии электрических сетей все эти заявки передадим. Но я так думаю, что начнут работы, если там только лампочки, они поменяют их сейчас, потому что с бюджета их финансируют в этой части. А если там необходимо проводить раскопки и менять кабель, то эти работы они будут выполнять, когда немножко сойдет снег, и у нас будет возможность эти работы у них выполнять. Теперь то, что касается придомовой территории. Если подрядчик некачественно выполняет свою работу, уборка у вас, возле вас не производится, вы вправе отказаться от этой услуги. Написать заявление, мы снимаем начисление, и все. – Спасибо, у нас есть звонок, но сейчас я задам вопросы ранее заданных, а потом уже будет звоночек. Киевский третий, подъезд третий, просят сделать перила на выходе во двор. – Такая заявочка уже поступила, перила мы поставим, да. – Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. – Добрый вечер, Ирина Николаевна, год назад, когда был прямой эфир, с вами еще был Шенкаренко Михаил Борисович, я звонила, задавала вопрос по поводу освещения в бульвар Солнечный, это вдоль сбилийского квартала, 4-й, 5-й дом в Белийске. Освещение так и не сделано. Это первый вопрос. И второй вопрос меня интересует, я обращалась к вам в бухгалтерию с вопросом о тарифах на уборку придомовой территории. Бухгалтер, конечно, некорректно меня отправил, неизвестно куда, швырнул с меня квитанции, и отправили меня к стенду. У вас на стенде висят тарифы 2010 года, почему вы не вывешиваете текущий действующий тариф? Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Завтра я посмотрю наш стенд, возможно, действительно такая ситуация произошла. Ну а за хамство бухгалтера, у нас там на приеме сидят всего два человека, убедительная просьба, подойди ко мне, написать заявление, и бухгалтер будет за эти вещи наказан. Хамить вам она не имела права. А по поводу тарифов, можно подойти к нам в экономическую службу, экономист расскажет, какие складовые тарифы, что, сколько стоит. А можно подойти ко мне на прием, я тоже все расскажу. Я, слава богу, тоже уже за 30 лет эти тарифы изучила, хоть и не сама их считаю. Это раз. Так, а что еще там было? А, наружное освещение. Ну вы меня, пожалуйста, извините, но не моя эта епархия. На балансе у меня не находится наружное освещение. Есть отдельное предприятие, которое получает деньги с бюджета, и работы выполняет. Ну до этого эти работы выполняла КПУ ЖКХ, все равно. И тоже так же получали деньги с местного бюджета. Это не мой объем работы. Если не горит свет в подъезде, вот это ко мне. Тогда я буду разбираться с подрядчиком, который получает деньги. Понятно. Сейчас вопрос, который был задан ранее. В одном из прямых эфиров вы обещали с помощью тепловизора проверить установку на лоджиях и балконах батарей. И были ли подобные проверки, и где узнать их результаты, жителей Ереванского квартала? Ну, по Ереванскому кварталу мы вообще в агентстве развития оригинального розвитка заказали это обследование, потому что у них есть этот прибор. У нас его, к сожалению, нет, и он очень дорого стоит. А им его купили за счет местного бюджета. У них денежки есть. Вернее, есть этот прибор. Поэтому мы обратились к ним с большим списком адресов. И как раз ереванские дома туда все попали. Обследование по ереванским трем домам провели. Документацию мы получим после того, как мы оплатим счет. Я счет готова оплатить, но мне не предоставили калькуляцию. Из чего складывается стоимость обследования одного дома. Я женщина очень вредная. Жду калькуляцию, жду счет. Я его оплачу. Буквально, если в понедельник мне эти документы будут предоставлены, я оплачу. Мы получим документацию. И приходите к нам, будем с вами вместе разбираться. И добавлять площади там, где это все выявилось. То есть уже есть информация. Пять домов обследовали. Я вижу по глазам Ирины Николаевны, она уже что-то знает, даже не имея этого прибора. Есть. Слушаем вас. Алло, добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Ирина Николаевна, можно вам вопрос? Я хотела бы спросить, вот куда обратиться по поводу вентиляции? К нам. К Кинский, 5. К нам. Только к нам. К вам. Вот как это сделать? Столько лет мы не можем решить этот вопрос. Адрес вы слушали, да? Бакинский, 5 дом, да. Да. Ну, подойти надо к нам, написать заявление. Спасибо за то, вам. И мы будем проверять вентканалы. Если ничего в вентканалах не найдем, значит, будем дальше разбираться. Можем пригласить институт. Мы, Чернигов граждан Реконструкция, мы их приглашаем. Оплачиваем услуги их специалистов. Они выдают нам рекомендации. Мы их выполняем. Спасибо. Ну, это был последний звонок. У нас просто осталось еще четыре вопроса. Я надеюсь, что мы на них ответим. Рина Николаевна ответит. Потому что мы уже выходим немножко за рамкой отведенного времени. И так, что у нас... Вот, насадили много цветов на придомовой территории, обращались к вам. И вы обещали сделать небольшой заборчик, чтобы не выгуливали собак. Так ничего и не сделали. Правда, маленький нюанс. Я не вижу адреса. Нет, адреса я тоже смотрела этот вопрос. Адреса нет. Поэтому, пожалуйста, подойдите ко мне или перезвоните по телефону 237-41, чтобы мы разобрались с вашим домом. Если по дому денежки в плюсе, мы такое ограждение заказываем. Скорее всего, деньги в минусе. На какие-то другие работы были потрачены. Поэтому мы заложим эти работы в программу «100 дребниц». Нам денежки бюджет местный выделяет каждый год. И мы такие работы выполняем. Бакинский 5, второй подъезд. Обещали заменить окна. До сих пор нет. И косметический ремонт тоже обещали. На Бакинском 5, к сожалению, там всего 20 квартир. Два подъезда по 10 квартир. Деньги на доме в минусе. Там выполнялось много работ по дому. Я так подозреваю, что, скорее всего, там работы по утеплению выполнялись еще за счет текущих ремонтов. Поэтому, ну, просьбочка такая немножко подождать. Окна будем менять. На Бакинском все 100%. И вы видите, что уже по многим подъездам мы их поменяли. Мы пытаемся вставить эти окна в разные программы за счет аренды. Меняем окна. За счет каких-то других этих самых. Включали в аренду. Включали в бюджет. Нам несколько подъездов поменяли по городу. Поэтому будем стараться эти работы все равно выполнять. Киевские 3. Стоят две машины. Закрывает проезд. Вы там расчищаете дорогу, одноколейку. Не все могут проехать. Мусора сборники не приезжают. Даже вчера не могла проехать машина скорой помощи. Я понимаю, вопрос не к вам? Ну, честно сказать. Если знаете, чьи машины, можете мне анонимный звонок сделать и назвать адреса чьи это автомобили. Я обращусь в полицию и мы этот вопрос приземлим. Обещаю вам честное слово. Неприятный вопрос. Ваш долг предприятия перед организациями, исполняющими работу, составляет 6 миллионов гривен. Не будет ли это причиной банкротства? И есть ли средства на погашение этого долга? И за счет чего он будет погашен? Для меня вопрос приятный. Потому что мне этот вопрос сегодня задали на сессии. Кто задал, знаю, какой депутат. И здесь, наверное, этот же человек задал. Но я не буду его фамилию называть. Я буду отвечать на этот вопрос. Задолженность перед подрядчиками УКП ЖКЦ существует. Из-за того, что существует задолженность жителей за различные услуги. И задолженность предприятий за те услуги, которые мы им оказываем. Сальдо положительное в наш плюс. Ну, там где-то порядка 400 тысяч. Так что не советую надеяться на то, что КП ЖКЦ будет предприятием банкротом. Мы очень хорошо работаем со всеми подрядчиками. Мы вовремя подаем в суд и на жителей должников, и на подрядчиков. И все равно, когда-то в нашем государстве наступит порядок. И все приведут в соответствие. Исполнительные службы будут работать очень хорошо. Не только выбивая долги банков. А и нас, коммунальных предприятий. Мы не можем ничего повлиять на эти вещи. В отличие от банков, у вас денег меньше. Да. Поэтому будем надеяться, что мы все это закроем. Мы не тратим лишних денег, зная, что их не соберем. Поэтому за это не переживайте. Теперь хочу сказать другое. У нас, я хочу извиниться перед дворниками предприятий, которые обслуживают город. К сожалению, у нас в декабре, январе и феврале сложилась очень тяжелая ситуация. Перестали приходить деньги государственного бюджета. На сегодняшний день задолженность государственного бюджета по льготам и субсидиям перед нами 850 тысяч. Это очень большая цифра. Льготы и субсидии по разным предприятиям цифра это разная. В зависимости от того квартала, где больше субсидий, где больше льгот, цифры эти разные. Но эти цифры в процентном отношении составляют очень большой процент. От 39 до 43. Ну, в среднем где-то мы 40 посчитали. Поэтому, естественно, если 40% в месяц не приходит, я извиняюсь перед теми, кому я обещала какие-то ремонты сделать. У нас в Вене стоят изготовленные окна. Я не могу их выкупить по той простой причине, что все, что поступает на расчетный счет, я отдаю подрядчиков, чтобы они могли заплатить людям заработную плату. Предприятие КПЖКЦ, вы знаете, коллектив женский, мы зарплату за январь месяц получили с 7 марта. Вот так мы работаем. На сегодняшний день, с 1 марта по сегодняшнее число на расчетный счет предприятия поступило 802 тысячи. 793 тысячи я отдала подрядчикам за выполненные работы, чтобы они могли рабочим своим заплатить заработную плату. 7 тысяч – это зарплата с начислениями моего одного рабочего, у которого онкология, ему нужно ехать опять на химию. В понедельник я отдала ему заработную плату. Вот все, что поступило на расчетный счет. ЖКЦ деньги не крадет и не ворует. ЖКЦ собирает деньги и отправляет предприятиям за выполненные работы 2 раза в неделю. Но хочу сказать радостную весть и для наших дворников. На подходе льготы и субсидии. Поэтому в понедельник ждем денежки, и все деньги вам сразу же уйдут на ваше предприятие. Спасибо. Спасибо вам. И последний вопрос. А что вы будете делать после того, как произойдет летом, вот эти новые изменения? Ну, мы надеемся, что те дома, которые нас выберут, управляющие компании, мы заключим с ними договора. Мы определим с ними размер тарифа, который будет на этих домах. И будем искать подрядчика, который готов будет за этот тариф работать. Не будет готов подрядчик за этот тариф работать, который примут жители и решат определить. Будет работать КП ЖКЦ. Заберем дворников себе в штат и будем работать. Если не найдем подрядчика, это будет крайний случай. Вот это был последний вопрос, который нет. Есть еще один вопрос. У меня один вопрос. Я очень хочу поздравить одного из руководителей наших предприятий, Ларионову Ларису Николаевну. У нее сегодня юбилей, здоровья ей, терпения и успехов в работе. Но вы еще успеете к ней на юбиле, я так понимаю. Нет. Нет? Значит, в Фейсбуке у нас был один вопрос. Доброго вечера. А правда ли, что точка? Больше ничего. Да, действительно, сегодня был прямой эфир. В нем участвовала Ирина Николаевна Жаболенко. Вы могли задать вопросы заранее. Видите, лучше задавать заранее. Потому что то, что вы задали заранее, я практически все задал. А кто пытался дозвонить за последние 10 минут, у него это не получилось. Потому что за 10 минут до конца эфира, а тут мы даже превысили на 15 минут запланированный эфир, мы телефон отключаем. Обращаю ваше внимание, в следующую пятницу соцзащита и Пенсионный фонд Украины. Телефон 2-36-21. Звоните заранее, мы записываем вопросы. Либо в наш Фейсбук. Видите, все-таки два вопроса в Фейсбуке было. Ну и в четверг такой еще тоже нестандартный прямой эфир. Если вы хотите что-то больше узнать о такой фирме, как СлавМед, задавайте тоже вопросы. В четверг будет прямой эфир с руководителем СлавМед. Ирина Николаевна, спасибо вам большое. Спасибо. Удачи. Я надеюсь, что все сегодня правильно решится на сессии городского совета. Будем надеяться. Удачно провести время вместе с вашей сотрудницей, которая юбилей. До свидания. До новых встреч. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...